Добрый вечер, дорогие друзья! С вами программа Саша, что ты несешь? Сегодня ее проведу я и в необычном формате, во-первых, не в прямом эфире, во-вторых, у нас сегодня гость, это историк Александр Гагун. Здравствуйте. Я не знаю, как вас представить, вы сказали, что не российский историк, петербургский или берлинский, как вы себя сами обозначаете. Из России уехал 19 лет назад, родом из Петербурга, живу постоянно в Берлине, так что, наверное, точнее всего, будет берлинский историк. Мы с Александром познакомились в интернете, в фейсбуке, я прочитал его работы некоторые, остальные обязательно прочту, мне показалось, что раз он оказался в Варшаве, то интересно будет и вам с ним поговорить и посмотреть. Александр, вы занимаетесь, на мой взгляд, очень важными темами, особенно глубоко поглубились в подготовку Сталина к третьей мировой войне возможной, но вы во всех своих интервью говорите, что вы ищите меценатов, спонсоров, которые помогут вам издать книгу и дальше развивать эту тему. Скажите, почему это вообще происходит, на мой взгляд, во время, когда идет крупнейшая в Европе война со времен Второй мировой, когда все говорят о приближающей Третьей мировой войне, мне кажется, к таким людям, как вы, должны очереди стоять с деньгами на такие исследования, по-моему, они очень актуальны, почему так происходит, что вы должны искать деньги самостоятельно. Ну, с двух сторон теоретически должны быть очереди. С одной стороны Кремля, ко мне дважды пытались подкатывать, так сказать, подцепить. Оба раза пряником, без намека на шантаж, но я знаю, что в прянике в таких случаях обычно спрятан крючок, и я не хотел его заглатывать ни в 2008 году, ни в 2017. Первый раз в Москве было, один ветеран КГБ предложил сотрудничество, второй раз пособничество предложили прямо уже в Вене, прямо на исторической конференции. Я тоже сразу вежливо сказал нет. Что же с другой стороны, то ее как таковой, как единого целого нету. Есть западный академический мир, где встречается некомпетентность, недобросовестное соперничество, кумовство, лоббизм, очень сильно развит в том числе лоббизм Кремля. Но те лоббисты, которые настроены против Кремля, очень часто хотят, чтобы каким-то образом искажалось прошлое или же даже настоящее, а не вот финансирование науки. Поэтому я и вынужден был прибегнуть к краудфандингу, на сбору средств на исследования. И одну тысячу евро, это 200 человек часов для работы моего ассистента в Москве, пожертвовал человек, проживающий в Галиции. Он просил не называть его имя. То есть человек в воюющей стране понимает важность исторических исследований и знает, что слово это тоже оружие, что в исторической гуманитарной сфере тоже идет борьба между истиной и ложью, и между истиной и некомпетентностью или заблуждениями. И я надеюсь, что книга о том, как Сталин Третью мировую войну готовил, станет книгой с международным резонансом. Я могу вполне в ней упомянуть и какие-то белорусские сюжеты. Поэтому, если кто-то знает, через кого выйти на спонсоров, можно зайти во всю информацию, найти в описании к этому видео, связаться со мной и обсудим детали. А мои книжки вот на сайте gogun.org. Доставка в любую точку мира. Да. Ссылка на патреон Александра, на его сайт, его данные мы поставим в описании к этому видео. Скажите, раз уж вы затронули западное академическое сообщество, когда вы занимаетесь, можно сказать, той же темой, развиваете ту же тему, которую разрабатывали такие мастодонты, можно сказать, как Виктор Суворов, Марк Солонин. И когда, скажем так, Виктор Суворов написал свою первую книгу «Ледокол» в конце 70-х, начале 80-х, еще можно было как-то говорить о том, что это какие-то фантазии, историческая публицистика, как говорили там Суворово-ненавистники. Но после того, как были раскрыты там секретный протокол Молотова-Риббентропа, были раскрыты документы, которые откопал Марк Солонин. Мне кажется, на тему того, кто готовил Вторую мировую войну, какой ее видел Сталин, ну это уже, не знаю, можно спорить про какие-то оценки, но в плане фактологическом и историческом, мне кажется, эта история уже закончена. Почему там версия про мирный Советский Союз, созидательный труд мирных советских людей, и даже военные спящие аэродромы были мирно спящими, вот, почему она жива до сих пор, не только там в головах, понятно, кремлевских историков, это даже не вопрос, почему в Европе до сих пор вот та тема, которую вы разрабатываете с Солониным и Суворовым, остается ну такой чуть ли не маргинальной темой людей, которых пытаются писать городскими сумасшедшими? Не только в Западной Европе, в отличие от Европы Центральной, но также и в Северной Америке и Австралии, есть три стереотипа относительно Советского Союза, отчасти даже сходные со стереотипами в отношении путинской России. Они глубоко засели в головах большого количества западных исследователей. Первый из них связан с тем, что это своеобразный эгоцентризм, перенос личного опыта, в которых люди выросли, это рыночная экономика в первую очередь, демократия во вторую, на объект исследования, в данном случае сталинизм. И Сталину подсознательно приписывают те мотивации, которые были у Черчилля, Трумэна и так далее, в лучшем случае Гитлера. Хотя и здесь параллель, она заводит часто в странные какие-то дебри, потому что у Гитлера это была экспансионистская программа ограниченная, у Сталина глобальная. И Сталин... То есть Гитлер планировал восстановить жизненное пространство немецкой нации, а Сталин захватить мир? Да. В основном в Европе у Гитлера были территориальные претензии. Про Восточную Азию и Латинскую Америку он, конечно, даже и не мечтал. Но, например, вот тоже из-за этого некритического переноса собак лишних вешают на Сталина даже. Конкретно до сих пор на Западе существует миф о том, что Сталин в конце своей жизни готовил депортацию евреев на Дальний Восток. Он возник... Это миф? Миф. Он возник примерно тогда же на основании того, что ряд людей, попавших под преследование в СССР, оказались на Западе или встретились с представителями Запада и это сказали. До сих пор нет ни одного документа, подтверждающего хотя бы даже начало, какие-то задумки, какие-то наметки, наработки осуществления этого плана. И вот до сих пор его как-то небольшая группа придерживается. Ну, про Вторую мировую больную тоже нет какого-то сталинского приказа, который... Приказов относительно 41-го года очень много. Они выявлены были все в 90-е годы и суммировано опубликованные, как сказать, обобщающие работы Мельтюхова, упущенный шанс Сталина. Она странноватая с политической точки зрения, но что касается ее научной составляющей, вот если отфильтровать, она безупречна. И второе... Второй стереотип... Это вот если первый стереотип, условно говоря, добрый Сталин. То есть их... И он на три разлагается составляющих. Это модернизатор, оборонец и параноик. Казалось бы, параноик, что тут доброго? На самом-то деле это тоже обеление Сталина или принижение его вины, потому что он якобы просто боялся. И вот его вот помешанность такая на национальной безопасности, она и приводила к этим вот избыточным вложениям в военно-промышленный комплекс, а на самом-то деле не избыточным, потому что мы знаем, что был 41-й год, почти что стояли на грани поражения и так далее. Второй стереотип относительно Советского Союза и Путинской России пассивная страна. Вот Запад все время он априори изнутри активен и инициативен. Это субъект международных отношений. А Восток, в данном случае Советский Союз или Путинская Россия, пассивен, инертен или реагирующий, реактивен. Откуда берется этот? Это элемент западноцентризма. Мы активные, все остальные копируют наши действия, набираются у нас уму-разуму или же как-то отвечают на наши действия. Это вот столкновение такое. В данном случае этот вот стереотип о Востоке как объекте, он породил две на Западе совершенно, ну, два ложных представления о Сталине, о Советском Союзе, об его оперативных планах. Это первое. Контрудар. На удар врага ответим двойным ударом. Это просто механическое повторение сталинской пропаганды 30-х годов. Как мы знаем, в Финляндии тоже же ведь контрудар красная армия нанесла. Да, и в Бибице тоже. А что касается второго стереотипа, это упреждающий удар. И здесь тоже спрятан ответ. Советская сторона как бы реагирует, не как бы должна была реагировать на вторжение, на концентрацию войск извне. Но все равно в обоих случаях Сталин представлен обороняющейся стороной и, самое главное, отвечающей. Почему? Да потому что инициативу Советский Союз вообще ни в чем никак органически проявить не мог. Инициатива может быть только Запад. Вот. И третий стереотип это о том, что Советский Союз был таким убожеством, что его лидеры даже и подумать-то не могли напасть на могущественный, богатый, разумный Запад. Но такую точку зрения придерживается меньшинство западных историков, потому что большинство даже на Западе понимает ее иррациональность, потому что даже если мы допустим, что Сталин был немощный, даже немощный человек может ошибаться, переоценивать свои силы и недооценивать противника. Вот из-за этих вот трех стереотипов открытие Суворова, оно с таким скрипом шло на Запад. А если посмотреть на сегодняшний момент, как вы считаете, вот эта версия Суворова, Солонина, ваша, она имеет шансы стать центральной или скорее так и останется на обочине? Многое зависит от тех, кто об этом факте говорит. К сожалению, в свое время Суворов, он, во-первых, опубликовал свою книгу в Германии впервые в правом издании, а в Германии же поддержки не только встречают. Это раз. Во-вторых, оформление его текстов, казалось бы, для нашего глаза, для уха, где в Восточной Европе Белоруссия, Россия, Украина, неважно, миллионы идут его тиражей, на Западе такое оформление текста, оно, так я употреблю жаргон видеоблогеров, не заходит ни в массы, ни тем более в головы университетского академического мира, журналистов и так далее. То есть текст надо оформлять примерно как Тимоти Снайдер, Энтони Бивер, Энн Эппелбаум. Вот посмотрите, как они сделали и таким же образом представить. Я надеюсь, что моя книга о Третьей мировой войне, которую я стараюсь оформить именно таким образом, на Западе прозвучит, тем более, что нету вот этой вот конфронтации, когда два зла. Отдельные люди так вот думают, что если мы Сталин-агрессором выставляем, то это косвенно или даже прямо преуменьшает агрессивность Гитлера. А в данном случае же Советский Союз в конце 40-х, начале 50-х, он планировал атаку США, демократического мира. И я очень надеюсь, что это открытие, оно пойдет в массы легче. Что же касается общей ситуации, то, наверное, она сейчас выгоднее, чем, может быть, еще 10-15 лет назад. Но пока что за последние два с половиной года полномасштабной войны какой-то декоммунизации идеологической, что ли, или же политической западного академического и вообще интеллектуального мейнстрима мы не видим, не наблюдаем. Ни во Франции, ни в Германии, например, ни в других странах. Я живу в Берлине, у меня рядом парк имени Тельмана, с монументальной бетонной статуей этому сталинскому пособнику. И очень много разных партий. Совсем недавно вот левые, которые откололись, фактически коммунисты, они неизменно набирают в восточных районах Германии неплохой процент голосов. То есть, конечно, эту ситуацию можно развернуть, попытаться, но пока что, и условия неплохие, но пока что вот такой прямо тенденции на переоценку советского прошлого, советской внешней политики нет. А скажите, давайте тогда перейдем к вашим исследованиям. Скажите, почему вообще заинтересовались этой темой? Почему именно Третья мировая, почему Арктика? Третья мировая война, к ней я пришел совершенно случайно, когда прочитал книгу Хлевнюка. Олег Хлевнюк, ведущий исследователь по сталинизму не только в России, но вообще на планете Земля, ведущий исследователь Сталина, биограф. И его книга опубликована была в 15-м году, по-русски и по-английски. И я заметил в ней вот этот вот недостаток стержневой, что внешне политическая агрессивность недооценивается Советского Союза, ну или преуменьшается, по-другому скажу. И он написал, что Сталин с каким-то упорством невероятным повторял после Второй мировой войны то, те ошибки, там это сказано было, которые он совершил в ходе первой пятилетки. Это имеется в виду индустриализация Голодомора. Вот то же самое он устроил тогда. Так, я смотрю, как-то вот очень похоже на то, что он тогда Третью мировую войну стал готовить, не вторую. Посмотрел другие публикации, есть отдельные на Западе, есть малоизвестные в России. Факт этот очень-очень малоизвестен. В отличие вот от той полемики, которая шла по 41-му году хотя бы на территории Восточной Европы, России. Сейчас про открытие Суворова знают почти все, даже из среди рядовых читателей, слушателей. А вот про этот факт известно мало. И я решил, отталкиваясь от этой книги Хлебнюка, на которую я написал рецензию критическую, но Олег сам нисколько не тогда не охладел, а напротив мы были с ним потом в переписке. И я решил, что эта тема перспективна. И если ситуация позволит, то я надеюсь, что в ближайшее время я напишу книжку про это. То есть вот этот год послевоенный, который продлился, можно сказать, десятилетия, потому что расстрел в Нович-Докасске произошел уже при Хрущеве, это вы считаете не последствиями войны, не эхмой войны, а именно второй коллективизацией? Вторым голодом, скорее, потому что голод и коллективизация, это явления были связаны, но все-таки это не одно и то же. Голод был прямым следствием хлебозаготовок, того, что хлеб забрали у крестьян, а не коллективизация как таковой. То есть даже в условиях коллективного сельского хозяйства травмированное сельское хозяйство России, Украины, вот в начале 30-х, оно могло прокормить страну, прокормить крестьян. Голод произошел из-за того, что Сталин забрал у них хлеб. Причем, кстати, тогда в СССР были запасы хлеба, стратегические, закрома Родины. Та же самая ситуация в 1946-1947 год. Есть два исследования одного американского автора и одного российского автора «Зима», которые показали, что никакого отношения к послевоенной разрухе, жертвам и потерям, и даже к засухе, которая тогда была, и про которую трубили центральные газеты, этот голод никакого отношения не имел. Он был полностью искусственным. Более того, Сталин столкнулся с сопротивлением вот этой политики голодов в своем ближайшем кругу, за что просто отругал Хрущева. Хрущев думал, что его расстреляют, а Косыгина тоже отругал личного. Косыгин, когда вышел из кабинета, весь пошел пятнами, его трясло. И гол был учинен, в частности, для того, чтобы за бесценок, за еду вчерашний красноармейцы, вернувшиеся домой, отдали государству, награбленное в Германии и на других территориях европейских стран в 44-45 годах, что и получилось. Он точно так же собирал деньги, трудовые ресурсы на Третью мировую. Расстрел в Новочеркасске. И здесь уже политика Хрущева, она в значительной степени была, с его точки зрения, более ошибочной, неже чем преступной. У Сталина то, что иногда некоторые называют ошибками Сталина, никакими ошибками не были, это были хладнокровные, расчетливые преступления. А вот Никита Сергеевич, он, как известно, отличался волюнтаризмом, и его сельскохозяйственная политика в условиях сталинского разгрома села, после нее она привела к таким своеобразным результатам. Но между Хрущевым и Сталиным была очень большая разница в том смысле, что Сталин полномерно, систематически ввел дело именно к лобовому столкновению с НАТО, к Третьей мировой войне. Он ее готовил. Хрущев же, когда уже получил полностью власть, он скорее стремился ее избежать по ряду причин. Он, конечно, больше любил жизнь, чем власть, с одной стороны. С другой стороны, вступила в жизнь ракетная эпоха, которая сделала ядерную войну бессмысленной. Кто выстрелит первым, погибнет вторым. Это даже не первая победа. Поэтому экспансия глобальная во время Хрущева и Брежнева, она осуществлялась по-другому ниже, чем при Сталине. Они отказались от идеи прямого удара по США и решили провести продвижение в Третий мир. В Третий мир по куску отхватывать от азиатских, африканских, латиноамериканских стран устанавливают, там дочери, независимые союзные режимы окружить развитые страны, Западную Европу, США и принудить капитуляции таким образом. Потому что если вокруг построить стену, то им сложновато будет этим странам в своем собственном соку вариться, в том числе из-за того, что там мало ресурсов, особенно в Западной Европе, завозилось все из-за рубежа. А вот Сталин был единственным человеком, который дважды вплотную подошел к захвату мира. Это в 1941 году про это знают, что удар по Европе задумывался как уничтожающий для Гитлера удар по Третьему рейху. Ну и вот конец 40-х, начало 50-х годов. Захват Евразии на тот момент был вопросом скорее техническим, что признавала и американская сторона в своих оценках Советского Союза, что ядерные бомбардировки, они вопрос не решат. По крайней мере в начальной стадии войны. Расскажите еще, коллективизация, индуциализация вторая. А какие еще признаки вы отмечаете? Вообще тезисно обоснуйте, пожалуйста. Вся внешняя политика Сталина, первая пятилетка, можно сказать, после войны, но, конечно, он начал еще готовить ее в Третью мировую, по сути, еще даже до начала второй нападения на США. Но вот непосредственно это 1943-1944 год, когда масса его шагов была на это направлена. И с 1944 по 1949 год фактически он своими отвлекающими действиями помогал Мао Цзэдуну. Конкретно, вторжение в Синзиан-Уйгурский автономный район 1944 год. Так он отвлекал силы Чанкайши от противостояния с Мао, снизил его авторитет и подготовил почву для дальнейших поставок оружия Мао Цзэдуну. Дальше. Действия по вторжению в Северный Иран, по блокаде Берлина, по поддержке греческих коммунистов в гражданской войне. Все это были действия по отвлечению внимания, прежде всего, США, но также их союзной Англии и других стран Запада, от гражданской войны в Китае, которую он мастерски разжигал, в частности, вот с 1945 год вторжение в Маньчжурию захватили огромный арсенал Квантунской армии японской. По соглашению с союзниками, которые были достигнуты на конференции в Ялте, а потом и в Потсдаме, Сталин не имел права передавать вооружение коммунистам. Что тогда он сказал? Он сказал, что у нас это оружие украли просто коммунисты. И ключевое, вот как сейчас говорят критически важное вооружение, это тяжелое вооружение, танки, артиллерия, боеприпасы к ним, то, чего не было у МАО до 1945 года, он получил как раз в этот момент от Сталина, с помощью чего победил Чанкайши, когда Запад был занят осуществлением политики Трумэна. Доктрина Трумэна, доктрина сдерживания. Сдерживали Сталина на Западе, а он потихоньку подчинял Поднебесную империю. Подчинил, и сразу же его политика зеркально повернулась. Здесь он начал готовить вторжение, поход освободительный до Гибралтара, а для того, чтобы оттянуть силы, прежде всего, Америки и других стран Запада от Западной Европы, начал экспансию, усиление на Востоке. Вьетнам, поддержка Хо Ши Мина, который приезжал в Москву, к Сталину на поклон, также самая главная война в Корее. Он заманил туда США, после чего произнес речь перед своими сателлитами в Кремле в январе 51-го года о том, что мы обладаем превосходством над капитализмом примерно в течение 3-4 лет. Эти 3-4 года мы должны использовать для создания армии, хороших армий. То есть 3-4 года, эта война у нас, получается, должна быть начата в 53-м или 54-м годах. И американские оценки того же самого января 51-го года Комитет Объединенных Штабов, они по времени совпадают. Там они, правда, говорили в ближайший критический период 2-3 года. Цитирую. Если война начнется тогда, это не значит, что мы ее проиграем. Но это значит, что нам будет тяжело ее выиграть. Но, к счастью, у нас нет возможности проверить, кто был прав в своих оценках, больше. Сталин Уир, поэтому апокалипсис не состоялся с применением, между прочим, химического, биологического оружия. И то, что провел Хрущев, вот эта вот отцепель, ее всю политику Хрущева, можно сказать, одним словом описать, это демилитаризация Советского Союза. И во многих-многих сферах вздохнули реально глубоко. И, в принципе, мир не оказался в кошмаре вот этого термоядерного апокалипсиса. Когда я был ребенком, я восхищался личностью Валерия Чкалова. Я перечитал, наверное, все, что можно было про него найти. Некоторые вещи по несколько раз. Меня, честно, меньше всего интересовали его эти рекорды. И я странно смотрел на этот перелет через Атлантику на самолете Ан-25, Ан-Т-25. Я не понимал вообще, для чего он сделан, для чего лететь через полюс и так далее. А вы считаете, что вторжение в Америку готовилось именно через Арктику? Сталин начал планомерное продвижение к Северному полюсу фактически с 1923 года. Когда еще не было средств для именно его освоения такого интенсивного, тогда шла разведка, в том числе ледовая разведка. Самолеты садились уже тогда на льды. Вот это вот ноу-хау, посадка самолета на лед, это советское, так сказать, изобретение. Безусловно, исключительно рискованное действие было. Потом с развитием технологий это стало все более и более просто. И к концу 40-х годов, благодаря испытаниям, было выяснено, что на арктический лед могут садиться крупные авиационные соединения. Перевожу это на человеческий язык. Это единовременно 600 самолетов послать в Арктику и оттуда потом бомбить США или же самолеты прикрытия. Это было технически тогда уже возможно. Значение определенное имело продвижение вдоль северной кромки Евразии, северный морской путь. Но вторжение, конечно же, готовилось в том числе и на Аляску. Но с таким плечом, так сказать, подвоза это было действие, скорее, отвлекающее и беспокоющее. Для того, чтобы американцы решили не защищать Европу, а если русские с севера вторжение устраивают, давайте сосредоточимся на защите континента. И потом уже в ходе Третьей мировой войны доработать ракеты и уже ракетами США физически уничтожить. Была еще вторая разработка, которая была после смерти Сталина прекращена. Это царь-тропеда, так называемая. Она была более 20 метров в длину, должна была быть, и полтора метра в толщину. Ракета должна быть термоядерная. А как мы знаем, основные мегаполисы США, за исключением только лишь Чикаго, находятся как раз на побережье. Вот планировалось, что таким образом смыть их или взорвать как-то вот эти вот мегаполисы. Цунами? Цунами. Сахаров отчасти об этом вспоминает, что такое действие было. Но ракеты и торпеды. Вот это два основных средства, которыми Сталин потом планировал завершить эту войну. Но умер. Что же касается Чикалова, то он был пьяницей дебошир. Да, мне эти моменты больше всего нравились. Про его хулиганство, про леты под мостами. И странно ожидать благоразумного и осторожного поведения у летчик-испытателя вообще. Потому что ясно, что это связано с невероятным количеством рисков. Такая какая-то работа. Сталин тоже это отлично понимал, поэтому терпел его выходки, в том числе пьяные разговоры во время приема в Кремле, когда он перебивал самов вождя, попанинцев, так сказать, если не унижал, то принижал их значение. Зато вот мы, арктические летчики, будем драться так в войне, как сами не знаем. Но когда он летел в США, действительно там так его встречали, и он говорил о том, что мы должны жить в мире. А в Кремле-то он говорил совсем другие речи. Понятно, что это не по своей собственной инициативе. Он понимал и знал, точнее, был приинструктирован, где и что говорить, по крайней мере, в США. А вот эта вот определенная наивность, она была свойственна значительной части американской элиты. Но часто же ведь забывают и о цинизме, и о бизнес-интересах. То, что многие говорят, вот как политики западные, многие не понимают Путина, какие же у них розовые очки. Иногда это так. Но иногда и совершенно такие вот своекорыстные интересы крупного бизнеса, с которыми политики, разумеется, связаны так или иначе, они диктуют семиминутное сотрудничество с диктаторами. В этом смысле ситуация была похожа и тогда, и сейчас. То есть, вы говорите о том, что, например, очень красивый парк челюсткинцев в Минске, вся вот эта романтика, связанная с покорением Севера, с экспедицийными, перелетами, это была именно подготовка Третьей мировой войны. Третьей мировой войны и удара через Северный полюс. Это активность советская, она была замечена американской разведкой. В их оценках есть уже 47-го года, 48-го, есть сведения о том, что вторжение на Аляску возможно и в течение двух недель они будут наверняка удерживать там наши базы основные. Кроме этого, это привело к такому своеобразному альянсу военному между Канадой и США. Потому что до Второй мировой войны включительно, Канада как бывшая часть Британии, она ориентировалась в военном своем сотрудничестве на британские стандарты военные, я имею в виду и калибры, и техника, и так далее. А с 47-го года решили унифицировать с Америкой свои военные, вооруженные силы сделать сходными. Кроме этого, поделили Арктику на зону ответственности, и там и отслеживали советскую активность. то есть вот это вот продвижение через север, оно существенно повлияло на оборонную доктрину США и Канады. А вы не переоцениваете успехи Сталина и его прозорливость? Потому что те действия, о которых вы говорите, да, конечно, контроль над Китаем установить, это большая победа, но с другой стороны они привели к созданию НАТО, к этому альянсу США с Канадой и так далее, и так далее. Это многоходовочка, в которой Сталина себя переиграла, или это то, что он предвидел, с чем мирился? Скорее, второе. Более того, я собрал его высказывания опубликованные как тогда в 20-30-е годы, так и тогда еще не опубликованные. Он всегда еще в 20-30-е годы видел США главным врагом. Прямо так и говорил открыто в 20-е годы и негласно в своем ближнем кругу в 30-е годы. Более того, в 30-м году, уже во время кризиса, он произнес такую фразу. США, которые обеспечили более половины потребления и производства всего мира. То есть, он отлично понимал всю эту мощь и о том, что для того, чтобы их сокрушить, победить, нужно сначала получить сравнимые ресурсы. Понятно, у социализма есть преимущество из-за невероятной концентрации всех ресурсов страны, любых, как раз-таки в военной сфере. пускай люди с голода умирают, но мы произведем то оружие и те боеприпасы, которые нам нужны. При капитализме такое невозможно. В принципе, из-за этого социализм и был введен. Это был инструмент подготовки, какая-то плановая экономика, инструмент подготовки войны Третьей мировой. Тогда еще второй, а потом уже и третий. Но захватить Евразию было возможно и при условии создания НАТО. Вот эти американские оценки от 51-го года о том, что советские запасы в таких количествах накоплены и распределены таким образом, что даже в случае успеха американского ядерного контрудара мы потеряем Евразию. И не в наших интересах находиться на территории Евразии, потому что у Советов преимущества в живой силе техники. И вот это очень важная оговорка, что даже в случае успеха нашего ядерного контрудара, потому что с 49-го года в войска вошел Ник-15, который был на тот момент в состоянии сбить все, что летало на планете, за исключением одного американской модели бомбардировщика, что показала война в Корее, а не бомбардировщика, простите, истребителя. А истребители не могут лететь так далеко, просто не хватит горючего, чтобы прикрывать бомбардировщика, которые бомбят Советский Союз. Потом был еще МиГ-15 другие модификации, МиГ-17 БИС, и в 54-м году вот это вот кольцо обороны вокруг Москвы было, создан этот комплекс ракетных стрелок, который тоже мог сбить все, что летает над землей. То есть успешность, во всяком случае абсолютную успешность американского ядерного контура удара была под вопросом, тогда в том числе и для самих американцев. И как в общем, как Сталин думал, что война с НАТО это тяжелое задание, но по крайней мере в первой его части оно может быть успешным. А уже приобретя ресурсы Европы, в том числе интеллектуальные, их можно снова, как и после Второй мировой войны, стащить, задействовать на разработку этих вот ракет и Америку завалить. Тем более, что русские в чем единственное американцев опережали, это как раз таки в межконтинентальной баллистической ракете. На один год они создали ее раньше, конечно, она была не идеальная, но все равно небольшое преимущество было. А в таких вопросах важны преимущества не в год, достаточно в несколько дней или даже одного дня. То есть шансы на тот момент были неоднозначны. Вы говорите о цинизме элит, политиков, бизнеса. В части, в части элит политики бизнеса. Да, но когда Чкалов прилетел в Америку, его встречали там просто как не знаю, как инопланетянин, который прилетел с мирными намерениями. Менее известно, что в 1929 году был точно такой же рейс. Он единственное, что был не беспосадочный. Тоже они поставили какой-то рекорд. Посадка на острове Урт, кажется. Да. Прошел так, из Москвы, дальше к Тихому океану, через Сибирь, потом на Камчатку, потом на Алиутские острова, дальше южнее Сан-Франциско, Лос-Анджелес, или Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк. Тогда еще не было дипломатических отношений между США и Советским Союзом. Тем не менее, этих летчиков встречали там просто как богов каких-то. Ну, а в почему это происходило? Всегда восхищение вызывает смелость, отвага, успех. В Америке культ успеха. Вот, действительно успешные люди и действия с другой стороны, которая вроде бы как-то делает что-то не очень хорошо, национализирует имущество наших граждан, да и иммигранты что-то говорят про террор. Но в целом они же хотят с нами дружить, они вот к нам прилетели с миссии мира. Это же спортивное достижение и, безусловно, невероятное развлечение для избирателей. Книги «Загадка смерти» Сталина Автарханов выдвигает версию о том, что Сталин недоценил ядерное оружие, в отличие от Берия, например, и других его соратников, и они именно из-за там по одной из причин, из-за страха втягивания в очередную мировую войну, уже ядерную, решили его убрать. Как вы смотрите на эту версию, и правда ли, что Сталин недооценивал ядерное оружие? Нет дыма без огня, но в данном случае огонь тлел, а не полыхал. Сталин на публике всячески принижал значение ядерного оружия в разговоре как открытых беседах, так и выступлениях перед массами, интервью журналистам, так и в беседах со своими соратниками и с особенно сателлитами Китай и Центральная Европа. Принижал это не значит, что недооценивал. Он отлично понимал, что этого оружия боятся и надо людей успокоить, что не так страшен черт, как его молюют, тем более, что действительно советские военные они были на месте взрыва атомной бомбы в Японии, потом исследовали все, провели подсчеты и сказали о том, что взрыв точно такой же атомной бомбы как в Хиросиме не по городам, а в условиях фронтовой операции, он приводит в случае успеха опять же к гибели одного батальона солдат или же одного танкового батальона. Ну, понятно, что для Сталина, который в годы Второй мировой войны там гибель танкового батальона или тем более батальона пехоты, но о нем не писало правда известие. Это для него была какая-то соломинка вперед к победе. Что же касается соратников, то сейчас есть вот книжка Рубинштейна «Последние дни Сталина», там, в принципе, ничего сенсационного. Это как раз эти события, они очень хорошо документированы. Если бы я был прокурором советским, то я бы посадил его приближенных по статье, она формулируется в разных кодексах по-разному, не оказание помощи или оставление в опасности. Но это все-таки не такая серьезная статья, как умышленное убийство, и умышленного убийства не было. Оставление в опасности из-за чего произошло? Вот мы сейчас садимся, переносимся в голову Берия и Хрущева. Сталин предположительно заболел. Ведет время, с ним что-то странное происходит, охранники сообщают. У нас есть вариант действия такой, сразу же вызвать врача. Но тогда он может решить, что мы таким образом его отстраним от власти. И тогда нам не поздоровится. Второй вариант, если врачи все-таки мы вызываем врача, и он все-таки устроит ядерный апокалипсис, тогда есть хороший шанс, что погибнем мы. И вот эти вот непонятно, чего они больше боялись. Вот одной перспективы, что он разгневается, что тут заговор плетут, или же перспективы, что он устроит светопредставление, вот эти вот два страха, они их тормозили в принятии решения. А потом, когда прошло уже больше времени, стал появляться третий вариант, что он сам придет в себя, и тогда скажет, так, не оказание помощи. И вот в этом случае уже была полная гарантия того, что он всех перебьет. И тогда они решили помочь ввиду третьей вот угрозы из чувства собственно безопасности. Но поскольку у него был инсульт, а это как раз-таки такая болезнь, когда необходима очень быстрая помощь, врачи уже сделать ничего не могли, он умирал в чудовищных мучениях, хотя даже там на смертном Андре не терял во-первых чувство юмора, была, Хрущев вспоминал, что висела рядом картина о кормлении ягненка, и он дал жестами понять, что вот вы меня сейчас также кормите, как и того, кто на картине, а потом уже не терял и работоспособности, последний жест его был угрожающий, он запугивал, уже в полубессознательном состоянии, перед тем, как вот через несколько секунд умереть. Трудно удержаться от параллелей с тем сегодняшним днем, Путин, очевидно, в отличие от Сталина обладает язерным оружием, и многие говорят, что рано или поздно Третья мировая война начнется все же вывезти, тут сходство Путина-Сталина, он сам себя может быть видеть Сталин в каком-то виде, тут корни оттуда, он похож на Сталина в отношении полного цинизма, те, которые его рисуют каким-то чокнутым реакционером, глубоко ошибаются, он сам изображает такового, играет маску, надевает маску, играет под дурачка, в том числе для того, чтобы запугать, в том числе для того, чтобы сказать, я нажму на красную кнопку. Биодурной, держите меня семеро. давно ядерная доктрина сдерживания России это ядерный блеф. В 90-е годы была достигнута договоренность о том, что США и Россия могут иметь по полторы тысячи ядерных боеголовок. это, конечно, огромное количество оружия, потому что каждая из этих ядерных боеголовок, она мощнее гораздо, чем Хиросима. А у России где-то на 20 больше. Какой смысл технический в этом преимуществе в 20 боеголовок, когда у твоего противника полторы тысячи? Смысла технического нет никакого. Но это дает возможность сказать его пропагандистам, у нас оружие, ядерное оружие номер один в мире. Самая мощная ядерная дубинка. У Китая еще меньше, чем у США. Но им хватает, потому что ядерное оружие с конца 50-х годов до достаточного момента это функция сдерживания. Кто выстрелит первым, тот погибнет вторым. Путин погибать не хочет, как и его окружение. Это не партия экстремистов, которые в начале 20-х века захватили власть Вот если тогда Сталин действительно хотел захватить весь мир, Путин хочет, чтобы ему не мешали воровать нефтедоллары внутри Российской Федерации, поэтому он и проводит в том числе и экспансионистскую внешнюю политику, но, разумеется, с ограниченными экспансионистскими целями на НАТО он вряд ли полезет, потому что нету сил, если он даже с Украиной справиться не может, замышлял, очевидно, Близк Рик, а вот сейчас непонятная перспектива этой войны, будем надеяться, что Украина сможет отбиться, что уже будет для него довольно болезненным вариантом развития, и мне очень приятно делать прогноз о том, что Третьей мировой войны не будет, потому что, если я ошибусь, никто уже не сможет меня обвинить в некомпетентности, но я на самом деле так думаю. Еще одно параллиток те формирования двух лагерей, двух новых лагерей в мире, это условно демократия западного типа и глобальный юг, как принято говорить. Вы в этом видите опасность или будет какое-то мирное существование? Как это будет развиваться? Здесь скорее можно говорить о не глобальном юге, о политическом востоке или политизированном востоке, потому что страны, то, что принято говорить глобальный юг, они явно не представляют ни одна из африканских стран и латиноамериканских какой-то угрозы на международной арене для Западной Европы и США. Угрозы, они есть в этой вот оси зла, это что у нас? Начнем с западного полушария Куба, Сирия, Иран, Россия, Китай, Северная Корея и мягко союзный им Талибский Афганистан. Вот эти территории, этот режим, они постоянно какую-то агрессию себя извергают, в том числе потому что знают, что если демократия спокойно развивается, особенно Путин в этом отношении впереди соседей вот этих диктаторов, то она представляет для себя угрозу как объект для сравнения граждан, в данном случае России. Но у этого вот альянса политизированного Востока условного есть одно слабое звено, которое кажется внешне наоборот наиболее сильным и мощным. Это Китай. И когда там произойдет революция, я не говорю если, именно когда. Аналог 91-го года в Советском Союзе, потому что многие обращают внимание на территориальные изменения, но это не так важно. Важны изменения политического строя, крушения системы. В Китае, когда произойдет революция, ветер перемен будет настолько мощной, что вероятнее всего эффект домино пойдет не только до Пхеньяна, Ханоя, но и до Москвы и Минска. А почему вы думаете, что революция в Китае неизбежна? По трем причинам она произойдет быстрее, чем в России, как я предполагаю. неизбежность ее ясна, потому что человечество движется медленно, неуверенно, иногда оглядываясь назад с некоторыми откатами, но не от свободы к рабству, а от рабства к свободе. Это причина неизбежности. А вот причины скорости, они не так очевидны, или же то, что произойдет скорее, чем в Москве, в Пекине. Но если мы погрузимся в восточно-азиатские реалии, то первое из них это то, что режим в КНР он более костный и топорный, чем даже путничный. У Путина есть, несмотря на всю твердолобость и жестокость, определенная гибкость. Два шага вперед, шаг назад. Есть какие-никакие выборы. Даже определенная конкурентность сохраняется. Понятно, часть кандидатов оппозиционных отметается, но все равно власть каких-то кандидатов предоставляет. Спектакль проводит. Причем на разных уровнях. Интернет не контролируется не полностью. В КНР нет ни выборов вообще, от слова совсем, ни свободного интернета, и однопартийная система, как в Советском Союзе. В России до сих пор многопартийность, пускай и какая-то переточная. По многим причинам. По сути, в России до сих пор ищут авторитаризм, а в Китае как был, так и остается тоталитаризм. Это первая причина, которая делает систему в КНР более хрупкой, неже, чем в России. Вторая причина, это то, что у КНР гораздо меньше природных ресурсов, а в пересчете на душу население так многократно меньше, потому что в КНР население больше, чем в России в 11 раз. Нет, ровно в 10 раз. Ровно в 10 раз. А у России считают, что в России 150 миллионов. 140. 140, а там 1,4. Многие и ту, и ту цифру считают завышенной. Завышенной, но все равно в 10 раз, пускай будет даже и 8 раз. Так? Все равно многократно больше, а ресурсов в России больше. Поэтому нельзя, вот так как Путин, ничего не производить, сложив ногу на ногу и разбазаривать нефтегаз и ничего не делать десятилетиями. Разворовать эти нефтедоллары и жить припевающе. А в Китае борьба за ресурсы это их политика из основных линий внешней политики, потому что своих не хватает. Тем более при такой неэффективной экономике по большому счету. И третья причина это наличие примера для сравнения. На самом деле даже их 4 этих примера, потому что есть еще в настоящий момент 4 нормальных Китая. Это самое главное это Тайвань, который уже живет по сути богаче, чем Германия. Это Сингапур, который вообще впереди планеты всей. Это Гонконг и Макао, они вошли в КНР, но сохраняют значительную внутреннюю экономическую автономию и уровень жизни там один из самых высоких в мире. И одна патология у нас есть рядом, это КНР, которая не становится нормой из-за того, что китайцы там живут просто больше. Они смотрят на то, как могут жить китайцы без коммунистического деспотизма и этот пример рано или поздно на них повлияет. Вот этот вот это далекая надежда и доля Китарии в мировой экономике она значительно выше, чем была доля в мировой экономике Советского Союза в конце 80-х годов. Если произойдет там революция, точнее, когда произойдет, вся ось зла разлетится ну вот как как в сказке. Ну, всегда остается вариант с площадью Сайни Мэй. Даже КНР в значительной степени эволюционирует. Тенаминь была 35 лет назад. С тех пор на территории КНР прошли беспрецедентные протесты, две волны, три волны. Это в Гонконге революция зонтиков. Потом в том же Гонконге спустя 9 лет самые большие протесты попротив закона об экстрадиции. Миллион вышел на улицы и этот миллион никуда не уехал. Они пока притихли, но ждут своего часа. И третья волна протестов, из-за которой отменили ковид-ограничения, которая прошла в континентальном Китае, это против карантина. Во всех трех случаях, точнее во втором и в третьем, власть не использовала ни танки, ни кровавые какие-то расправы, а пошла на по пятнам. Закон об экстрадиции пересмотрели несколько, чуть-чуть уступили в других местах, карантин отменили, что не может подталкивать народ в аналогичных ситуациях похожим мерам. Вот посмотрите, если мы против карантина выступили и нас не расстреляли, то может быть после того, как наши сбережения сгорят, когда мы их вложили в недвижимость, ипотечное строительство, долевое, а вот потом это все разорилось. Может нам тоже стоит выйти сейчас на улицу? И такие протесты уже были, и сейчас экономический кризис, который поражает КНР, он по сути непреодолим из-за того, что они довели страну до ручки в отношении демографическом, политика одного ребенка. Но номенклатурщики очень любят деньги, а еще больше любят свою жизнь, и они потратили астрономические суммы на то, чтобы изучить и понять, почему в Советском Союзе произошел крах, и как этого не сделать, но и очевидно опыт советской трансформации, что там, где власть не шла на радикальные меры, не применяла насилие к протестующим, потом эта же власть спокойно, эти же люди жили припеваючи все 90-е годы еще дольше. Кто-то на пенсии, кто-то уходил в бизнес, кто-то уходил в политику и спокойно переизбирался совершенно демократическими методами, иногда сменив идеологию, иногда даже оставив предыдущий коммунизм. То есть люди, даже номенклатурщики хотят жить. Вероятнее всего, что в случае, когда экономика станет рушиться, и народ выйдет на улицах, а то, как она проседает, мы сейчас по сути наблюдаем разные показатели, эти проценты экономического роста, которые Китай заявляет, и которые часто внешние наблюдатели тоже ему приписывают, не скажу, что умышленно, я отношусь к этому очень сдержанно, хотя бы потому, что внешний туризм зарубежный в Китае, он еще не достиг ковидного уровня. Потребление белков премиум-класса снижается, то есть потихоньку средний класс, который, белков премиум-класса, это морепродукты, мясо, который во всех революциях, в основных буржуазных революциях играет основную роль, он живет потихоньку хуже. А мы знаем многие демократические революции, где нету, по сути, не было никакой буржуазии, вот поющие революции, бархатные революции, плюшевые революции в Центральной Восточной Европе в 89-90 год бескровно прошли, без какой-либо буржуазии, без каких-либо капиталистов. А в Китае есть слой этих предпринимателей очень широкий, есть те бизнесмены, которые хотят власти, и есть интеллигенция, которая хочет свободы. Одна из ваших последних книг называется «Сталинский командос». Скажите, вас на ее написание оттолкнули события в Буче, или какого природа интереса к этой теме? Я к этой теме подошел, когда были, когда начал интересоваться украинской повседневной армией, посмотрел на красных партизан, увидел, насколько эти два явления отличаются при внешнем сходстве, явления какие? Бандеровское движение повстанческое и советские партизаны. И события в Буче в чем-то, конечно, люди брали там, те, кто давал приказ, пример событий Второй мировой войны. Проявление террора партизан, сожжение целых сел, истребление мирных жителей, оно было направлено в том числе на том, чтобы запугать противника, в том числе запугать самое главное мирное население, как и очевидно действия в Буче деморализация попытки вызвать озлобление врага, чтобы он не стал брать бленных, а напротив над ними издевался, это дает Путину очень много преимуществ, такие случаи, как он говорит своим солдатам не сдавайтесь в плен, так он и на западе говорит, смотрите, мы же не можем поставлять, вы же не можете запад поставлять оружие тем, кто убивает пленных, к счастью, это провокация, она в этом смысле не удалась, провокация кровавая, безусспорно, но разделяя властвы, казалось бы, все знают со школи скамьи эту политику. Ей тысячи лет сформулирована эта формула на латинском языке в средние века, но часто, тем не менее, она свою эффективность доказывает, даже сейчас, несмотря на то, что все ее знают. И я помню, 14-й год, когда украинцы и русские в Берлине плечом к плечу демонстрировали против захвата Крыма, против агрессии в Донбассе, а вот с 22-го года между русской и украинской общиной есть определенный холодок. Бывают совместные мероприятия, особенно в сфере культуры, культуры, но политические группы держатся в стороне. Я предполагаю, что это не навсегда. И вот говорят, что общий враг объединяет, да, и когда кошмар с диктатурами, с войной закончится, увы, у нас, у всех, а особенно украинских и русских людей будет общий враг, который уже есть, я не буду оригинальничать, скажу, это экологический кризис. Очень острый. Для того, чтобы его преодолеть, уменьшить всего последствия, потребуется слаженная работа всего человечества, особенно тех людей, язык которых понятен друг другу, и язык которых понятен всех соседям, и которые живут на близкой территории. Я очень надеюсь, что потом все народы сумеют спасти землю от нас самих. Вот мы сейчас в Польше находимся, где слова волынская резня известны, к сожалению, каждому. Вы пишете, кажется, в книге про насильственную мобилизацию партизанами польского населения, особенно в Волыни, какова роль этого красного партизанского движения, хотя оно же не было по сути партизанскими движениями, большинство людей были либо заброшены, либо оставлены на той территории, которые были профессиональными, ну как профессиональными, военных не было в Советском Союзе, но они были специализированы военными, они местными повстанцами. Какова роль вот этого красного движения партизанского в Волыниской резне? Это тоже разделяя власть, чтобы посеять вражду между Польшей и Украиной? Непосредственно в провоцировании, умышленном провоцировании вот этой резни советская сторона не отметилась. Однако было не умышленное провоцирование напряжение. 1939 год на территорию Западной Украины приходит Красная Армия, поляки до этого были правящим народом и в одночасье становится меньшинством и меньшинством угнетаемым. Советская власть проводит коренизацию управленческого аппарата, в том числе в милицию и в другие местные органы власти, берет прежде всего украинцев и евреев. Часть из украинцев относятся к полякам из-за исторической розни и также из-за угнетений 20-30-х годов негативно. Соответственно, польская небольшая вот эта вот группа, она, ее неприязнь к украинцам возрастает. 41-й год приходят немцы. Поляки более образованные больше берут поляков в оккупационный аппарат. Поляки помнят, что было только что на протяжении двух последних лет неприязнь к украинцам вымещают в повседневной жизни. Те украинцы, которые в оккупационном аппарате тоже служат, злоупотребление против поляков. Я нашел немецкие документы, когда немцы пишут, что напряжение очень-очень сильно растет. 42-й год. И конец 42-го года мы разбираем каждый случай злоупотребления в отдельности против двух народов и наказываем виновных. В этот момент приходят партизаны Ковпака и Собурова на Волынь, в сталинский рейд, конец 42-го года, заброшены группы туда ГРУ, НКВД, и ООН понимает, что протестный потенциал, который накапливался как против поляков, так и против немцев, его могут на себя переключить и использовать советские партизаны. Это было одной из причин, почему ООН позвала полицейских, находящихся на немецкой службе, в лес. Создается УПА, и в общей дестабилизации 42-го, 43-го года советская сторона сыграла свою роль. Далее, когда вот эта вот резня началась, благодаря Строкачу, главе Украинского штаба партизанского движения, по сути, между поляками и армией Краевой, то есть и советской стороной, советскими партизанами, по сути, такой вот альянс возник региональный, что подогрело ненависть украинцев и украинских националистов к польской группе. То есть умышленной провокации не было, но этот конфликт был при этом использован и тоже невольно разожжен. Почему говорю невольно? Потому что в принципе поляки и украинцы в украинских партизанских отрядах сосуществовали, понятно, были трения, чего, кстати, не было между вот с нынешнего, с нынешней перспективы звучит странновато. В украинских партизанских отрядах были две самые крупные этнические группы, это украинцы и вторая раза в два меньше русские. Но конфликтов каких-то вот не наблюдалось. А вот между поляками и евреями и восточными славянами там трения были, но все равно воевали все-таки вместе. В УПА, например, поляков не было в украинской повстанческой армии. И да, советская сторона иногда чаще невольно, а иногда вольно использует, точнее, или осуществляет принцип разделяя власть, или же невольно провоцирует какие-то конфликты, потому что поляторизм вообще, он любит их задавливать, нежели, чем решать. или диктатуры тоже. Но тут есть и объективное напряжение, даже сейчас, в состоянии войны. Этот вопрос возникает и идет очень-очень острая полемика. Я надеюсь, что потихоньку будет достигнуто решение и по эксгумации польских жертв на территории Волыни, для того, чтобы потом их можно было идентифицировать и похоронить. И в оценке официальных формулировках по поводу событий вот этих печальных, кровавых или драматичных, иногда даже преступных на территории Польши и Украины в те годы. но предполагаю, что с прекращением боевых действий общий враг будет заменен миром и снижением радикализации. Я читал книгу Николая Хохлова, человек очень интересный судьбы, который был артистом, потом стал именно тем, про кого написали сталинским командос, был заброшен на территорию Беларуси, чтобы убить Вергельма Кубы, тогдашнего Гавулятора, и после его убийства, в котором он, скорее всего, не принял участие, он перешел в партизанский отряд и дожидался там советских войск, и вот за эти сколько это, полгода, сколько он провел в партизанском отряде, он там насмотрелся столько, что стал антисоветчиком, и в итоге перебежал на другую сторону. Вы написали книгу, я так понимаю, по тому, что происходило в Украине, а то, что происходило в Беларуси во время оккупации, вы собираетесь, может быть, следователи? Кое-что знаю, и есть взгляд на то, чтобы сравнить украинских и белорусских партизан советских. Мотивы того, чтобы Хохлов стал перебежчиком, они могут быть различные, но весьма вероятно, что он посмотрел на западную жизнь и не захотел стать убийцей человека, живущего в свободном мире. Понятно, тогда война, и в тех условиях вряд ли у него возникали какие-то моральные терзания по поводу попыток убийства Кубе, а когда ты, по сути, мирного человека, гражданское лицо, ты получаешь задание его уничтожить, который, по сути, не стреляет в Советский Союз, ты смотришь на процветающий западный мир, свободный, то, наверное, хочется в нем жить. И как артист, как человек, который хотел творить, он выбрал такой путь к счастью, покаявшийся грешник дороже праведника. И в партизанских отрядах Белоруссии происходили страшные вещи. Как ни странно, вот в Белоруссии, которая просто изобиловала партизанскими отрядами, процент населения местного, он поначалу был значительно ниже, чем в Украине. Хотя в Украине было партизан сравнительно мало. Если смотрим дальше, Витебск, бывшая восточная Польша, основой партизанских отрядов были либо беглые военнопленные из лагерей, либо бывшие окруженцы, которые осели в примах в 41-м году, а когда немцы издали весной 42-го года приказ о регистрации всех этих людей, они подумали, что за регистрацией последуют какие-то репрессивные меры, как-то убийства, или же посылка в концлагерь и так далее. Весьма вероятно, что советской агентурой такие слухи как-то подогревались и расширялись. Народ пошел в леса и в болото стал прятаться, пошло, завертелось. В Украине рост волнообразных партизанских от Барановичей до Витебской области, причем там даже фронт проходил недалеко, или фронта кого не было, была дыра большая, ходили туда целыми, туда-обратно, на советскую сторону туда ходили целыми отрядами. Можно было нагнать сколько угодно людей, иногда так и делали. Руководство, офицеры, командиры отрядов в основном русские. Территория вокруг либо враждебная, либо пассивная. Поэтому в Восточной Белоруссии осуществлялись те действия, которых не было в Центральной Восточной Украине. Это сожжение так называемых полицейских деревень. Вот нету ни Черниговская, ни Сумская область, ни Житомир, ни Киев, ни одного села, которое бы украинские красные партизаны сожгли. А в восточных властях Белоруссии таких сел хватает. И партизан в Белоруссии было много, больше, чем украинских. Но при этом они были более пассивными. В основном сидели на месте в болотах. И по приказу Пономаренко, главу Центрального штаба партизанского движения подрывали рельсы. Две самые известные операции это рельсовая война и концерт. Приказы были глупыми совершенно. Украинский штаб партизанского движения отказался принимать участие в них как раз из-за потому что приказ был на подрыв не рельс, а непосредственно поездов, которые проходили по рельсам. И эффективность была выше значительно. При количества поездов перевернутых на единицу тола потрачено. И поэтому немцы быстро чинили рельсы. А вот перевернутый поезд починить сложнее. И кроме этого украинцы были исключительно активны в проведении рейдов. В южные степные районы, в лесостепные зоны, переброска из восточной Украины в западную и дальше даже в Польшу. Но потом по политическим причинам решили в Польшу много партизан не перебрасывать украинских. А двумя отрядами, несколькими отрядами ограничились. Хотя технические возможности и даже готовность партизанских командиров идти в Польшу, к Варшаве она на тот момент уже была. То есть в каком-то смысле украинские партизаны советские они может быть даже интереснее. Сегодня в Беларуси не без участия российских историков специального назначения участия Александра Дзюкова раскручивается тема геноцида белорусского народа в течение Второй мировой войны. конечно там говорится о том что это делали белорусские патриоты как называют сейчас БЧБшники вот литовцы поляки все кто угодно кроме красных партизан как вы считаете это идет механическая замена повестки в силу там скажем нехватки собственной идеологической повестки либо это будет инструментализовано в будущем когда диктатуры говорят о геноциде это пахнет кровью пока что Минск участвует в войне к счастью пассивно к счастью белорусские подразделения не льют кровь на территорию Украины но не исключено что такая накачка идеологическая она в том числе вызвана и желанием в отдаленной перспективе в удобной ситуации включить белорусов непосредственно в войну на фронте Путин как между прочим и Лукашенко очень любит как и большевики в свое время план А план Б программа минимум программа максимум и вот допустим я фантазирую Путин до сих пор стремится фактически к уничтожению Украины к ее разорению полному а не просто к отъему каких-то территорий он достигает такого не дай бог но почему бы тогда братским войскам из Белоруссии не пройти марш победителей придя на готовенькое другой вариант что все-таки не втянут белорусов в войну активную и тогда это может быть хорошим идеологическим подспорьем в борьбе против всевозможных в кавычках предателей вот посмотрите Запад у нас устроил геноцид а вы сейчас с Западом сотрудничаете кстати вот это еще из 90-х годов когда Лукашенко говорил что ваше вторжение стоило нам третье население а вы сейчас жить учите ну европейцы были в шоке потому что их приравняли тогда к Адольфу Алоизычу и геноцид очень часто употребляется особенно а еще чаще зло употребляется слово бесспорно политика Гитлера была антиславянской но геноцида славян и даже геноцида восточных славян он не проводил был террор был террор в том числе мотивированный этнически к тому что так зверско воевали на востоке вермахт СС не воевали в других странах хотя например в Греции которая не являлась славянской страной тоже были очень большие населения очень большие потери мирного населения из-за действий антипартизанских нацистов и активных действий коммунистических партизан Греции там были разные партизаны в том числе и демократы борьба это вот была очень кровопролитной при этом если мы возьмем наиболее одиозную пропагандистскую брошюру недочеловек я ее от корки до корки читал она у меня сохранена в копии там как недочеловеки показаны восточные славяне а также территория недочеловечества в нее аккуратно так вот отнесены балтийские стороны то есть это там представлен скорее не форпостом цивилизации западной среди вот этого дикого востока а все-таки травмированное недочеловечеством или часть недочеловеческого пространства но при этом процветающими правильными народами показаны не только славяне болгары словаки но не индоевропейцы вообще это венгеры и даже мусульмане турки что которые для нынешних фашистов германских являются вообще врагом номер один поэтому расизм антиславянские отношения к покоренным народам было восточных славян он не жаловал особенно Гитлер но геноцида по сути не проводил не исключено что также это попытка снять ответственность с советских стороны как раз таки за эти провокационные действия когда убивали одну немецкую овчарку из села выстрелом а потом немцы в рамках вот этой вот жестокой карательной политики сжигали все село и убивали всех мирных жителей партизаны умышленно действовали таким образом чтобы вызвать ответные избыточные преступные акции захватчиков и это в значительной степени работало народ взломлялся не на партизан а на оккупантов но если мы говорим о том что был геннадцат белорусов то тогда во всем исключительно виновата противная сторона спасибо у нас в гостях был историк Александр Гагун напоминаю ссылка на его патреон и контактные данные в описании если вы хотите поддержать его работу я вас к этому призываю спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания до свидания Редактор субтитров А.Семкин